Привет, сегодня у нас на распаковке iPhone 5C стоимостью всего лишь, слушайтесь, 168 баксов. Сейчас поподробнее буду рассказывать, почему он столько стоит и почему вскрыта коробка. Коробка вскрыта, потому что вместе с моей посылкой, получается, пришел акт с молдавской таможни о том, что, мол, на момент вскрытия посылки телефон был поврежден, мол, это не их вина. И там печати, штампы, все, такой вот тематики было именно в этом факте. Я почитал все и отдал этот акт на почту, что я согласен со всем. Ее вскрывала как молдавская таможня, так и пренестровская. Получается, она у нас пришла из Америки, из Нью-Йорка. Стоимость отправки всего лишь 16,75, это очень дешевая доставка. Открываем, смотрим. Здесь у нас уплотнитель. Я только открыл, посмотрел, что там наличие телефона есть. Дальше я ничего не трогал. Салфеток, куча. Сам телефон. Вы уже поняли, почему он такой дешевый. Так, тут у нас бумага. Салфетки. Запихаем назад. Телефон у нас такой дешевый, потому что у него треснут дисплей. Но это не проблематично для меня. У меня уже есть дисплей на замену. Я это поменяю. Все равно стоимость будет намного дешевле. Состояние корпуса по 10-балльной системе на 9. Что-то мне не нравится лоток для симки, как вставленный. Но будем разбираться. Так, включу. Запускается. Пока по комплектации. Так, тут у нас, получается, яблочки репловские. Кстати, сколько получаю айфон, я впервые получил вот эти вот яблоки. Никогда их в руках не держал. То есть, смотрите, 168 баксов телефон. Плюс у меня есть уже экран к нему. Экран мне обошелся полностью готовый за... Да что ж ты? Обошелся мне всего лишь там баксов за 25 в Китае. Так, больше ничего нет. И зарядки, ничего. Ну да ладно. В 30 баксов мне обошелся экран. И что я собираюсь сделать? Я собираюсь в дальнейшем снять стекло с вот этого вот битого айфона и наклеить... И собираюсь наклеить просто стекло на этот экран. Почему? Потому что китайский экран, как бы, ну к ним нет нареканий. Работают они себе работают. Ну лучше, конечно, чтобы был оригинальный экран, просто с переклинным китайским стеклом. Я так считаю. Возможно, я буду рассказывать о том, как я это сделал, показывать вам все. Так, тут он просит у нас выбрать регион. Да, стекло, конечно, побитое основательно, аж палец цепляется. Так, где у нас тут? Молдова или Россия хотела? Честно, на аукционах можно найти достаточно очень дешевые и хорошие вещи по сходной цене. Так, молодого. Так, вы видите. Но это надо авторизироваться через Wi-Fi. Процедуру показывать не буду. На первый взгляд все работает. Ну, вы сам видите, что сколы основательные, его даже выбирают из корпуса стеклышко. Я это все, конечно, потом заменил и покажу, как уже получилось. Всем спасибо, кто меня смотрел. Ставьте лайк. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok